Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. Мне нравится, что Бог, вот так видите, подходит к нам снисходительно, как бы, старайтесь. Он говорит, друзья, я все понимаю, старайтесь. Вы стараетесь исполнять? А какие заповеди вы исполняете? Ну, какой-то хоть кто, вот, Максим, какую заповедь ты исполняешь? Да. Да любите друг друга. Так, а ты, Максим? Нет у меня других богов, кроме Бога, который вывел из Египта. Так, Паша, ты какие-то заповеди есть? Какие ты исполняешь? Ну, не убиваешь, да, никого? Папу, маму. Очень важная заповедь. Папу, маму люблю. Не крадешь, не обманывай. Слушай, давай меняться местами. Жена сзади там, говорит, крикните, что он жену не обижает. Дабы, для чего как бы это мы стараемся? Дабы вы были живы и размножались. Вот мы сегодня видели, что вы живы и размножаетесь. Мы благословляли деток. И пошли и завладели землею, которую склятвую обещал Господь вашим. Завладели землею? Так что, еще не все, да? Но потихонечку начали овладевать. Потихонечку мы тут пускаем корни. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Видите, для Бога это имеет определенную ценность. Вот он сидит сегодня на небе и радуется, как Израиль все-таки помнит. А особенно он радуется то, что вы вспоминаете. А что вы вспоминаете, мы чуть ниже скажем об этом. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя. Поймите, когда Бог нас проводит через какие-то пустыни в жизни, они у нас встречаются. Ну, тут говорится о главной пустыне, когда народ выходил из Египта. Но бывают у нас в жизни какие-то пустыни, и мы не понимаем, и нас что-то давит, нас что-то перемалывает. И мы должны понимать, когда есть это понимание, это гарантия того, что мы впоследствии будем успешными людьми. Понимание такое, что ввел тебя, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, и дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Вы знаете, Бог имеет такие качества, чтобы испытывать, как он испытывал Авраама, прося его принести самое дорогое сына на жертвенник, убить, перерезать ему горло. И потом сказал, все, стоп, я понял. Так и тут мы можем встречаться с какими-то сложностями, с какими-то передрягами в жизни, но если наше сердце вполне принадлежит Богу, и сознанием мы осознаем, что мы в Божьих руках, то в этих испытаниях есть одна лишь только причина, что Бог хочет посмотреть, что там у тебя в глубине твоего сердца. И когда Он докопается и увидит, на этом все твои печали закончатся. Как только Он увидит, что в самой глубине тебя, как бы тебя не перемалывало, как бы тебя не давило, не испытывало пустыня, голод, как там написано, и что бы ни происходило, ты до самого последнего издыхания будешь говорить, Аллилуйя, слава тебе, Бог мой, ты не оставишь меня, и это скоро все уйдет и прекратится, но даже если ничего не прекратится, ты знаешь, что я от тебя не отвернусь. И как только Он это слышит, все, на этом закончились ваши страдания. На этом все. Но Бог, Он знает глубины нашего сердца, поэтому просто так сказать это не получится, когда это будет сказано в реальных давлениях, в реальных тисках, и не просто сказано, а сделано в Его сторону шаги, все сразу изменится. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже сорок лет. Это как бы Его обетование, что ты не будешь нуждаться, и ноги у тебя не будут болеть. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Когда мы начинаем относиться к Богу, как к нашему небесному Отцу, и понимая, что у наших отцов, если наш отец психически здоров, если он в своем рассудке, в своем здравии, то, конечно же, он позаботится обо всем, в чем нуждается дитя, но он будет воспитывать. Иногда мы не воспринимаем происходящее с нами, как воспитание нас Богом. Мы начинаем роптать, бухтеть, мы начинаем обвинять соседа, страну, обстоятельства, еще друга, брата, сестру, что угодно. Когда в этих обстоятельствах надо было не обвинять никого, не роптать, не ругаться, не закрываться, а всего лишь понять. Меня воспитывает Отец. Он хочет что-то, чтобы из меня вышел настоящий человек, человек Божий, как воспитывает Отец ребенка. «Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, и в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масляничные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, из гор которой будешь высекать медь». Иногда, знаете, может возникнуть вопрос, эту ли землю Бог имел в виду, в которой мы сейчас живем. Но надо смотреть глубже. Однажды одна женщина спросила меня, я был юный верующий, может, там, года даже еще нет, ну, может, год, и у нее были очень большие проблемы с сыном-наркоманом. Бузявич Анатолий знает эту женщину. И она у меня спрашивает, у нее один сын-наркоман, второй сын-наркоман, и они очень сильно, они так и погибли от этого всего. И когда они еще были живы, но была куча проблем, и она мучилась совсем, ничего не могла изменить, и ходила в церковь, и Богу вроде молилась. И она меня спросила, говорит, вот посмотри вокруг, менты, говорит, взяточники, у нас вот не хватает того-сего, вот с детьми у меня такая проблема, сын-наркоман, и где вот вообще Божья слава? Вот где Бог этот, о котором вот прочитала в Библии? И вы знаете, я тогда ничего не смог ей ответить, потому что не знал, что правда ей. Вот у нее факты, так сказать, на лице. А я читаю Библию, вроде у меня все работает, думаю, как-то так непонятно. Но я потом понял, впоследствии, спустя, может, какое-то время, пять лет, я не знаю, сколько-то прошло, и Бог напомнил мне эту ситуацию, потому что в моем сердце остался тоже этот вопрос. Но я его сам никогда Богу не задавал, у меня не было такой необходимости задавать Богу этот вопрос. И я понял, что суть того, как будет развиваться жизнь вокруг нас, суть того, как будет все складываться, увидишь ли ты эту землю, о которой написано, или ты приедешь в Израиль и будешь видеть, где тебя давят, прессуют, облагают налогами, война, кидают ракетами, несправедливость, почему не говорят все на русском, и вообще, что за беспредел, вообще, почему мне не предупредили, а я за это должен платить, и почему у меня сошло столько денег, а я не могу никуда дозвониться, когда меня подключали, мне позвонили сами, а теперь, когда я хочу что-то порешить, я не могу дозвониться туда. И много вопросов, которые возникнут, и ты будешь думать, где же эта земля, обещали, мед, я ложку привез специальную, молоко, там все будет течь, изобилие, я приехал, а меня тут, короче, гнобят и прессуют, где это? Я скажу, что все находится в твоих отношениях с Богом, только там. Это не просто в земле, это не просто в окружающей системе или в людях, хотя у нас не самые плохие показатели мировые по нашей экономике, по многим параметрам. мы не в самом хвосте, скажем так, но даже все это не влияет на то, насколько будет у тебя шалом, насколько ты будешь покрыт его благодатью, насколько он будет твой Бог-обеспечитель, насколько он будет тебя хранить. Это все зависит из того, как ты будешь относиться к своему спасителю, к своему Богу. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Вот может, даже ты еще не видишь до конца все прям величие доброй земли, которую Он дал, но начни его благословлять, начни жить, как человек, который благодарен Богу. Почему? Потому что мы здесь читаем, первое, что Богу важно, чтобы мы не забыли, и второе, чтобы мы были благодарны всегда. Для Него это важно. Это одни из важнейших Его заповедей. Иногда люди читают заповедь, и они смотрят в том, что надо сделать как-то внешне, чтобы соответствовать. Но в заповеди всегда заложено само сердце нашего Бога. Он ее почему-то дает, эту заповедь. И когда ты понимаешь, почему Он ее дает, вот это суть заповеди, а не просто сделать внешне. Очень многие потеряли суть заповеди. Они стали думать, как бы сделать так, чтобы это выглядело формально, правильно, не задумываясь о том, как это откликнется в сердце Бога, будет ли это его радовать. тот же Песах. Можно провести Седр Песах и все сделать по фэншую, ну вы понимаете, кошерненько все будет, но суть заповеди можно утерять. Там, где ты правда чтишь, там, где ты правда совсем трепетом осознаешь, кто твой Спаситель, что Он сделал, и ты помнишь и чтишь Его, и это для тебя не просто один раз в году такой там праздник, когда ты или там несколько праздников в году, а это для тебя обычная жизнь, чтобы чтить Бога, но есть некоторые дни, в которых мы еще просто больше кушаем, но наше почтение к Нему, наша память о том, что Он сделал, и для Него это очень важно, поймите, именно хочу, чтобы мы уловили суть пасхальной заповеди, что для Него это очень важно, что Его детки помнят, и смотрите, как Он дальше говорит, берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много, знаете, сколько у меня скота во дворе, и крупного, и мелкого, и будет много серебра, и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, и места сухие, на которых нет воды, который источал для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем моя сила и крепость, руки мои приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребил от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушали глаза Бога вашего. вот как для Него это очень все важно. И от этого Его заповеди они вечные. Могут поменяться какие-то формы исполнения их, могут поменяться устои из века в век люди прогрессируют, узнают новое, нам уже не надо, допустим, была заповедь, чтобы народ Израиля ходил в туалет и брал с собой лопатку и за станом делал свое дело, потом с лопаточкой все откапывал, закапывал. Сегодня эта заповедь она нелогична. Ну, как бы я, по крайней мере, не вижу, что кто-то ее с собой выполняет по городу. У нас появились туалетики, ванночки, все находятся в доме. И так многое, это я самое примитивное привел, все, что Бог давал в заповедь, связанную с тем, чтобы кашрут, он был во многом связан с тем, чтобы провести народ Израиля по пустыне. Вы представьте, тут продукты на такой жаре, если что-то пойдет не так, весь народ мог отравиться вот так, мигом. Вот эти все омовения, связанные с чистотой, гигиеной, это все связано, чтобы сохранить свой народ от болезней, чтобы у них животики, чтобы они не потравились в этой пустыне, в этой грязи, не заразились, не было у них каких-то, он давал это все народу своему, чтобы сохранить их от всяких болезней. И много свидетельств, что именно из-за этого на евреев даже в средние века наезжали, что они не болеют, почему, это они, от них, короче, у нас проблемы, проказы, мы болеем, потому что очень следилось за гигиеной, и эти заповеди, которые выполняли евреи в средневековой Европе, где была грязь, инфекции, болезни, проказы, евреи во многом сохранялись, меньше болезней, меньше умирало, а представьте, в пустыне, в той... И первая Каримфия, нам еще одно место прочитаю, 5.1. Первая Каримфия, нам 5.1. Есть верный слух, что у вас появились блудодеяния, и при том такие блудодеяния, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца. Ну, это, в общем, возьмем это, объединим, так сказать, в группу греховности человека. И вы разгорались вместо того, чтобы лучше плакать. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. А я в отсутствии, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы, находясь у вас делавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общей моим духом, силою Господа нашего Иисуса плотить чтобы дух был спасен в день господа нашего иисуса христа я еще такую практику не применял но смотрите есть такое как бы в библии место но скажем так у нас есть знаете вот в религиозном мире иудейском есть такие всякие молитва как пульса дынура и всякие такие наводящие на людей жути какой-то страшных болезней у если что у нас есть чем отбиваться так что не переживайте во христе есть гораздо больше силы в духовном мире и она прописана и иисус наделил этой властью и своих последователей только она направлена больше не на то чтобы делать кому-то боль и зло она больше направлена на то чтобы помогать исцелять поднимать людей из глубоких депрессии зависимости но если на нас нападут у нас есть чем отбиваться итак смотрите начинается то к чему я скажем этот блок был то что связано с нашей грязью разные пороки у нас тут описаны просто некоторые но у нас у человечка есть масса разных пороков несовершенства и вот вы знаете что на песах есть маца дает мацу реку одну есть у нас маца чем маца отличается от обычного хлеба почему не продают сейчас магазинах в израильских броски все есть кто кто скажет без закваски на фон вы настоящие евреи я чувствую себя спокойно закваска вот давайте прочитаем 7 стих и так очистите старую закваску чтобы быть вам новым тестом так как вы бесквасны ибо пасха наша христос заклан за нас во первых сама пасха это подразумевалась принесенная жертва агнец и его даже не так он как сама кровь агнец а вы помните что дух который вышел поражать и убивать он не заходил в дома евреев потому что на косяках было помазано и сопом было помазано кровью этих принесенных в жертву агнец а закваска это наши пороки вот маца можно сказать почему ее едят она беспорочная она без закваски здесь мы видим как апостол сравнивает и приводит это почему он это приводит потому что именно сегодня дорогие друзья происходило распятие и принесение жертвы в небесный храм там пресса этот храм который на земле написано моисей его строил соломон это все были первым скинью получить получил моисей это были про образы того что существует на небе на небе существует небесный храм и иисус именно не просто так это совпало это уже чуть позже языческий мир отделил причем христианский языческий мир отделил праздник песоха от пасхи христианской по сути это должно быть в один день тем что это разделили были нарушены определенные божьи планы но это их никак не отменила мы празднуем сегодня двойной праздник один из них даже больше чем просто исход из египта потому что давайте прочитаем чтобы быть вам новым тестом так как вы бесквасный бы пасха наша христос заклам за нас посему станем праздновать не со старую закваскаю не закра не закваскаю порока и лукавства но сопресноками чистоты и истины вот друзья смотрите самая главная суть для нашего авину шебошамаем самая главная суть не в том чтобы мы поели чистый хлебушек для него самая главная суть чтобы наши сердечки наша совесть была без пороков вот где закваска которая должна быть очищена неужели вы думаете что бога сильно порадует если ты будешь есть хлебушек без закваски но внутри тебя все будет заквашена совесть твоя порок лукавство нечистота поэтому я вам говорил что поразмышляйте неделю назад я когда проповедовал горилла у нас остается неделя поразмышляйте и очищайтесь от своих заквасок если что-то было что надо было в чем-то просить у нашего отца прощения раскаиваться примиряться с ним сегодня мы не будем каяться уже у хотя если у тебя есть в этом сегодня мы будем радоваться веселиться кушать но ты должен помнить что вся закваска она находится внутри нас как мы как мы ее можем очистить это не просто наши какие-то усилия сейчас я возьму себя и исправлю помните мы читали до этого что когда ты получишь что-то не скажи что ты сделал это своей рукою своими силами что это по твоим каким-то качеством ты способен удалить из себя эту закваску порока греха лукавства был принесен сегодня в жертву но только две тысячи лет назад агнец машиах зачем израиль сдал ждал машиаха израиль ждал машиаха чтобы обрести свободу именно поэтому иисус был распят на пасху все приготовлялось перед распятием иисус сказал своим ученикам идите и приготовьте седр песах я скоро подойду и он послал они там пришли в дом к одному человеку сказали мы в твоей там сарайчике у тебя расположимся сейчас учитель наш придет и накрыли седр песах именно на седр песах иуда был определен как предатель иисус сказал вот сейчас макающий идущий со мной вместе за столом мы сегодня будем за столом среди нас нет иуд аминь давайте воздадим богу за это славу потому что ученики когда сидели на седр песах вот сегодня это был вечер рф хак рф шаббат они сидели и когда иисус об этом сказал среди нас есть тот кто меня предаст каждый задался вопросом не я ли господи никто толком до конца и не знал и не понимал и я вам скажу что мы можем быть уверены что мы никогда не предадим господа чтобы но я вам скажу один секрет мы так порадовались что за этим столом нет иуд но мы все иуды друзья там все предали все все ученики кричали не только петр говорил что я не придам даже если все и поддержали все ученики сказали да конечно господи мы тоже тебя не предадим но вы знаете в чем сила которая дарована нам с неба что мы вот это и предательство которое внутри нас можем очищать посредством принесенной жертвы за нас в крови нашего спасителя иначе невозможно если кто-то подумает но я не иуда я не предатель я я святой я заповеди соблюдаю бог уже из века в век проверил человечество и убедился он сказал человек я все понял я это и так знал но я в этом убедился ты не способен исполнить мои заповеди ты не способен угодить мне как положено ты не способен соблюсти все и сохранить все поэтому я отдаю за тебя самое дорогое будет пролита кровь беспорочного агнца моего сына я помажу косяки твоего сердца твоей совести твоей души чтобы туда не вошла смерть кровью своего сына помажу тебя и это будет защищать это будет хранить тебя просто немножечко постарайся как мы читали чтобы быть с ним в общении чтобы дружить с ним радоваться с ним слава богу сегодня нам не надо исполнять детально многие вещи которые были связаны с храмовым служением вещи которые привязаны гигиене для нас сегодня это нормально помыть ручки перед едой там следить за своим телом чтобы у нас есть куча антисептика всего 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 человечество уже этому научилась у евреев свое время и уже живет так но единственное что нам осталось это в своем сердце чтить и знать кто наш спаситель почему мы имеем право вообще разговаривать с богом чья кровь это сделала давайте благословим нашего спасителя он центральная фигура в небесном царстве его кровь это центральная сила которая открыла нам двери для общения с богом этот это сила которая защищает нас сила в его жертве защищает нас от смерти от духа смерти я говорю о смерти не только физической нашего тела смерть которая забирает людей после того как они уходят с этой земли это самое главное что мы защищены от того чтобы эта смерть забрала нас свои преисподние места поэтому если кто-то чувствует нужду скажи богу просто спасибо и скажи ему прости я постараюсь чтить тебя как положено я постараюсь помнить о всем то что ты сделал для меня отец небесный мы благословляем давайте встанем на минутку и благословим нашего бога нашего спасителя и шо ты наша пасха ты наш агнец заклонный за за наши грехи и за пороки чтобы очистить нас от этой старой закваски дабы мы праздновали без порока этого лукавства всей нечистоты которая обитает очисти нас дорогой царь наш мы любим тебя чтим тебя драгоценный агнец ты претерпел распятия крест но именно в этот день ты подарил человечеству открытый вход именно в этот день завеса в храме разорвалась что ознаменовала свободный доступ к нашему небесному отцу именно в этот день твоя кровь пролилась на наши сердца наши жизни была принесена в небесном храме жертва и на третий день ты воскрес чтобы дальше править твоим народом дальше быть царем для твоего народа благослови господь израиль в эти праздничные пасхальные дни благослови пусть открывается маши ях приносящий свободу для израиля как однажды ты вывел отцов наших из египта и даровал свободу от рабства дарую эту свободу израилю через сына твоего через маши яхо благословен ты царь маши ях и шо и весь народ за скажет а мы друзья так сам это коротенькое слово я вас не обманул она правда коротенькая